Акбар Какой секрет-то? Желтее, тем вкуснее Чтобы не ошибиться в выборе спелой дыни, ее нужно оценивать не только на цвет, но еще и на запах и вкус, считает Акбар Дынями, привезенными из Казахстана, он начал торговать еще неделю назад Акбар готов угостить чуть ли не каждого покупателя на рынке, лишь бы доказать, что его торпеды самые сладкие и спелые Вкусно, это казахстанская дыня, не узбекская Волнение Акбара понятно, ведь санитарные врачи советуют казанцам отложить покупку бахчевых на две недели А тем, кто не хочет ждать до середины августа, рекомендует покупать дыни и арбузы только в магазинах и на рынках, где фрукты проходят проверку А еще требуется продавцов документы на товар Здесь никто без документов не торгует, у всех есть свои Почему вы в этом так уверены? Потому что везде каждый день проверка у нас Согласно требованиям Роспотребнадзора, у продавца бахчевых должна быть на руках кипа документов Среди них сертификация ответствия и удостоверение о качестве арбузов и дыни, выданные сельхозпредприятием А еще у продавца должна быть медицинская книжка и сведения о хозяине торговой палатки Отсутствие документов на бахчевые – это повод задуматься над тем, насколько безопасны арбузы и дыни Кроме того, это еще и повод для проведения проверки Роспотребнадзора Для того, чтобы она состоялась и была законной, покупатель должен потребовать у продавца книгу жалоб и предложений Он должен нести туда свою претензию, а потом уже обратиться с заявлением в Роспотребнадзор Из-за отсутствия документов в прошлом году Роспотребнадзор снял с реализации в Татарстане почти полтонны бахчевых Если говорить о нитратах, то их превышение было выявлено лишь в одной из 58 проб Лето какое было? Если нормально, то можно и брать. Если задержалось, то можно в сентябре Говорят, что точнее они в сентябре становятся. Более такие свежие, правильные, здорово выращенные, доспелые То есть сейчас вы не рискуете брать? Нет А почему? А вдруг, мало ли, они перекачаны какими-нибудь химикатами. Зачем? Проверить же никак нельзя Пока не рекомендуется все-таки давать арбузы маленьким детям Почему? Потому что при выращивании этих культур производители используют удобрения И в результате некоторые производители недобросовестные, используют большие концентрации нитратов Массовые проверки качества арбузов и дынь Роспотребнадзор планирует начать в середине августа Но уже сейчас реализация снята 6 партий бахчевых Елена Горбунчик, Андрей Тучников, Телеканал, эфир Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте Мобильный репортер 24